Давайте теперь внимательно посмотрим на карту, для того, чтобы понимать, как обстоят дела на линии фронта и где сейчас самые горячие точки. И вот начнем с зоны ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях. Там оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающее направление. Наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Купенском направлении враг при поддержке авиации ввел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Тахарьковской области, а также Стельмаховки, Луганской области, где силы обороны отразили 15 вражеских атак. На Алиманском направлении враг ввел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Успеха не имел. Далее пылающее Бахмутское направление. Тут наши воины отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося при этом врагу потери в живой силе и технике, закрепляясь на достигнутых рубежах. Перенесемся на Авдеевское направление. Здесь группировка войск Таврия при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степнова, Авдеевки, Северного и Первомайского. Это Донецкая область. Здесь украинские защитники отразили 30 атак. Переносимся на Маринское направление. Тут враг при поддержке своей авиации вел штурмовые действия в районах Маринки и Новомихайловки Донецкой области. Тут силы обороны отбили 10 вражеских атак. На Шахтерском направлении противник наступательных штурмовых действий не вел. В Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного и Новопрокоповки Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и в технике. Истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса на Херсонском направлении фронта силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Продолжают вести контрбатарейную борьбу, нанося огневое поражение по тылам противника.